Добрый день! Сегодня я решил затронуть одну из главных библейских историй, связанную с поклонением волхов младенцу Иисусу. Поверьте, будет много неожиданного. Поклонение волхов – это популярный богословский и иконографический сюжет о неких мудрецах, царях, пришедших с Востока, чтобы поклониться младенцу Иисусу и принести ему дары. Евангелие от Матвея является единственным источником, описывающим приход волхов к Иисусу в Вифлеем. Какие у нас есть сведения о волхвах, упомянутых в Евангелии от Матвея? О волхвах обстоятельно говорит знаменитый Геродот в первой книге своей истории. Он их называет магами из Мидии, иранского древнего государства. Мол, при пересидском дворе они выполняли жреческие функции, были астрологами и толкователями снов. Известный историк древности Квинт Тертулиан тоже много пишет о библейских волхвах. Он указывает, что волхвы пришли из Аравии. А Иоанн Златоуст упоминает, что они пришли из Персии. Короче, все официальные источники указывают, что волхвы могли прийти исключительно с Востока от современной Палестины. Вроде все по-библейски. Если рассматривать самые ранние работы средневековых мастеров живописи, то есть те, кто был свидетелем так называемых библейских событий, волхвы предстают перед нами прибывшими из одной страны. Об этом можно заключить по полному сходству их национальных костюмах, головных уборов и даже внешности. Лишь намного позже постепенно стало возобладать представление, согласно которому волхвы якобы пришли из разных стран. Родину волхв стали называть Персию, Аравию и Ефиопию. Теперь хотелось бы остановиться на самих волхвах. Кто они такие? Давайте рассмотрим самую известную и самую древнюю мозаику поклонения волхвов в базилике Санта-Пренария, нового в Равене Италии, якобы 6 века. Датировка вымышлена и не имеет никакого отношения к действительности, но сегодня не об этом. Смотрим. Обратите внимание на головные уборы волхв. На голове у них так называемые фригийские колпаки. Но почему фригийские? Ведь если быть более точным, то это фракийские колпаки. Но фригитско-фракийские колпаки – это не что иное, как обычный скифский головной убор. Получается, маги – это скифские цари. Это знают многие, но упорно обходят этот момент. Ведь сразу возникает много неуместных вопросов, противоречащих общепринятой библейской истории. Волхвы – это исключительно славянское слово, используемое в переводах на русский язык. В евангельском подлинке стоит греческое слово «магос». В латинской традиции греческое «магос» переводится латинским словом «маги» – «маги-волшебники». Это слово исконно обозначало членов жреческой касты, персиды или мидии. Но почему «магос» – это маг? «Магос» со старо-иранского языка переводится не как маг, а как человек, исповедующий религию зороастра. А что такое зороастризм? Зороастризм, то есть белая вера или метроизм – это одна из древнейших дохристианских и мусульманских религий, берущая начало в откровение пророка Зороастустро. Но где была родина зороастризма? Могу сразу охладить горячие умы. Это точно не Иран. Сам иранцы утверждают, что эту религию им принесли северные славянские народы. Дело в том, что три мировые религии – ислам, иудаизм и христианство – вышли из зороастризма. А зороастризм попал на территорию Ирана с территории Южного Урала. Родина Минтрия или заоастризма – та самая страна, которую индусы называли Ария Варта, Айранцы, Арияна, Ваэджа, что в обеих случаях означает «арийский простор» или «родина славян». К тому же очевидно, что три волхва – не три царя-мужчины, как мы привыкли. Среди них была и женщина-царица. Все ранние художники четко указывали, что среди трех волхов-царей была именно женщина. Вот для примера «Псалтырь» 1310 года «Поклонение волхов», а вот «Картина» 1320 года «Бартоле де Вредиа, Сиена, Италия». Картина 1420 года «Поклонение волхов» неизвестного немецкого мастера. Таких картин множество. Посмотрите, все средневековые художники рисуют волхов-царей исключительно светловолосыми и голубоглазыми. И это не моя творческая прихоть, а исторический факт. Смотрите сами. И лишь спустя столетия по религиозным соображениям и канонам сначала женщину заменили молодым юнцом, а потом еще и негром сделали. Но хватит лирики. А где долгожданная сенсация, спросите вы? Не буду вас мучить. Пора переходить к тяжелой артиллерии. Есть ли конкретные свидетельства происхождения волхов-царей, поклонившихся Иисусу Христу, и откуда они пришли? Оказывается, есть. Для примера, вот что пишет миссионер-изуит Филипп Авриэль, который в 1685 году по дороге в Китай посетил Малую Азию, Персию, Грузию и Россию. Древний писатель Гайпон, происходящий из рода армянских царей, свидетельствует, что в 13-м столетии Тартария была наполнена христианами, и что сам император тартарский Кублай или Хубилай принял христианскую веру. Брат его, Хулагун, тоже христианин, вел борьбу за истинную веру с халифом Вавилонским, завевал у Магметан Палестину, восстановил царя армянского, изгнанного семи свирепыми врагами христианства, даровал спокойствие и свободу всем тем, кого неверно изгнали и выслали, и даже восстановил множество христианских церквей за свой счет. Все это он делал по просьбе царицы, жены своей, считавшей великой честью то, что она приходится внучкой одного из трех царей, приходивших на поклонение к новорожденному Иисусу Христу. Средневековый писатель имеет в виду Дахус Хатун, единственную жену монгольского хана Хулагу, жившую в первой половине XIII века. А далее самое интересное. Дахус Хатун происходила из кераитов и являлась внучкой знаменитого христианского керейского хана Торила или Тогорила, более известного под титулом Ван Хан. Ван Хан был побратим с отцом Тимуджина, будущего Чингисхана. Как и ее дед Ван Хан, она исповедовала христианство нестрианского толка. В империи мужа покровительство исключительно христианам. Дахус Хатун любила, чтобы христианские храмы возводились везде, где они с мужем отдыхали после долгих переходов. Когда Хулагу разбил Багдад в 1258 году, Тахус Хатун ходатайствовала, чтобы сохранить жизни всем христианам. Хан даже подарил нестрианскому патриарху дворец халифа для устройства своей резиденции. Ассирийский церковный историк Бархербреус писал в своей церковной хронике в 1265 году. При наступлении поста покинул этот мир царь царей Хулагу. Его мудрость, великодушие, его деяния несравнимы. Летом же умерла и христианская царица Дахус Хатун. Христианам всего мира кончина обеих была великим горем. Похоронена благочестивая христианская царица Дахус в иранском городе Мираге. Одно время бывшей столицы Хулагидов и резиденции патриарха Ассирийской церкви Востока. В городе в ее честь была возведена красивая гробница мавзолей, которую можно увидеть даже на фотографии 1889 года. Первым христианином в роду Дахус Хатун был кирейский правитель маркиз Бирюкхан, прадед Таргула и Ливанхана. Сирийский историк Яковид Абу Аль Фарадж Бин Харун сообщает, что кирейский хан Бирюк обратился в 1007 году к нестерианскому митрополиту города Мерва, современный Туркменистан, где в то время и находилась главная христианская община в Средней Азии с просьбой принять его в христианскую веру вместе с его народом. В течение первого года было крещено сразу около 200 тысяч жителей Прибалькайской и Алтайских регионов. Далее христианские вере стали обращаться и все остальные соседние племена и народности территории современной Монголии. Можно сказать, что к середине 11 века, то есть за 100 лет до Чингисхана, все степные народности современной Монголии, Северного Китая, Алтая и части Средней Азии были в преобладающем большинстве христианами нестерианского толка. Некоторые тут же возразят, мол, воины Чингисхана скорее всего были сторонниками ислама, чем христианство. Приведу пример того, как чингизиды относились к сторонникам ислама в самом начале замызания. Спустя два года после начала наступления армии Чингисхана в Среднюю Азию, известный исламский историк 13 века Ибн Айасир писал Я не хотел писать об этих событиях, так как не думал, что по прошествии времени кто-то поверит тому, будто бы за два года войны Чингисхана истребили пять миллионов мусульман. Но это истинно, и все, кто жили в то время, могут свидетельствовать об этом. Мне непонятно, почему современные среднеазиатские потомки чингизидов и тимуридов так упорно гордятся своими предками, которые изначально, подчеркну, изначально были не только людьми белой расы, но и другой в подавляющем большинстве ненавистной веры. Но сегодня не об этом. Идем далее. Сам Бирюхан при крещении получил имя Маргуз Первый или попросту Мак. Правнук Маргуза Тагорел получил титул Ван Хана, который сыграл будущую роль не только в возвышении Чингисхана, но и всей библейской истории. На этом доказательство не заканчивается. Мать знаменитого Хублая Хана, Сурхах Тани, была племянницей главного соперника Чингисхана в борьбе за власть над монголами Турил Хана, более известный под титулом Ван Хан. Чингисхан женил на ней своего сына после разгрома своего соперника. Историки пишут, что по вероисповеданию Сурхах Тани была христианкой нестрианского толка, отличалась большим умом, жизнь посвятила воспитанию четырех сыновей в христианской вере. Так вот, мать Хубилая тоже гордилась, что является прямым потомком одного из трех христианских царей-волфов, поклонившихся Иисусу Христу. Получается, одним из трех царей, которые поклонились Иисусу Христу, был великий кирилитский христианский хан Ван Хан. Вот так, господа, приплыли. Забудьте известный монголоидный образ Ван Хана из фильма «Монгол». Пропагандистские картинки 20 века тоже не в счет. Политика и ничего более. Ван Хан никогда не имел монголоидной черты. Это был христианский правитель вполне европейской внешности, как и все цари того времени. Все средневековые историки давали понять, что волхвы и цари пришли не из разных восточных стран, а были либо родственниками и принадлежали к одному какому-то конкретному знатному роду, либо были представителями одной могучей империи. Об этом четко сказано в Евангелии по Матвею, стих 2, строка 12. «И вернулись они вместе в страну свою». К тому же страна этих царей лежала очень далеко от места рождения Иисуса, так как цари добирались до святых мест около двух лет. По Евангелию от Матвея мы можем также определить примерный возраст Христа, когда к тому для поклонения явились волхвы. Вспомним, что Ирод выведал у волхв время появления Вифлеемской звезды. Для чего это было нужно? А для того, чтобы определить возраст Иисуса Христа. Ведь Вифлеемская звезда зажглась на ночном небосклоне одновременно с рождением Иисуса, в Рождество Христово. А когда волхвы после поклонения Сына Божьего не вернулись в Иерусалим, как они обещали Ироду, то он, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме, во всех пределах его, от двух лет и ниже. Откровение от Матвея, стих 2, строка 16. По этим стихам нам теперь нетрудно установить возраст младенца Иисуса к моменту бегства святого семейства в Египет. Ведь не младенцев приказывал убивать Ирод, а детей от двух лет и ниже. Значит, кровавого царя в первую очередь интересовали двухлетние мальчики. В подтверждение того, что все три волхва пришли из одной страны, указывает и известный миссионер 14 века Жорден де Северак, у него есть упоминание, что три царя, поклонившиеся Иисусу, возвращались обратно одним кровавом через Маганскую землю, где и останавливались в городе Баку, современный Азербайджан. Нетрудно догадаться, куда возвращались волхвы и цари. Проследите маршрут сами. К тому же, согласно ранних, то есть более правильных изображений, все волхвы одеты в одинаковые наряды, одинаковые расы. Даже заметно, что двое из них, скорее всего, муж и жена, так они постоянно стоят отдельно вместе, часто держатся за руки или обнимаются. Теперь вы поняли, почему волхвы и цари пришли не с Аравийского полуострова или Персии, а из каких-то очень далеких восточных земель. А коль одного из волхв-царей мы определили, то остальные, скорее всего, это родственники Ванхана, могу предположить с большую долей вероятности, что пожилой царь – это отец Ванхана, Хурджакус Бирюкхан, в крещении Григорий, зверски убитый безбожными китайцами в середине XII века, сразу по возвращению на родину. Царь средних лет – это и есть сам Ванхан, а женщина-царица – это жена Ванхана, китайская правительница. Пусть вас не смущает слово «китайское». Все правители Китая в то время имели абсолютно европейскую внешность. Становится понятнее и та большая роль, которая в средние века предавалась мощам, волхвам, царям. Это были не просто цари, а правители, сделавшие христианство государственной религией самой большой и мощной империи средневековья, то есть будущей Тартарской империи или Великой Тартарии. Умышленно отодвинув затем жизнь Иисуса Христа на тысячу лет назад из XII века. В I век скальгеровская история постаралась стереть из памяти потомков тот важный факт, что волхвы, цари, маги – это в действительности великие скифско-тартарские цари, заложившие основу крещению Руси. Вот и все, господа. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Следите за новостями на моем канале, а скоро их будет очень много. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова